Третье поколение своих автобусов Минский автозавод представил еще в августе, к собственному 75-летию. Как мы помним, перспективная серия названа МАЗ-303. Линейка изначально проектировалась с возможностью создания как дизельной, так и электрической версии. И вот теперь МАЗ представил свой первый электробус. Белорусская разработка, в отличие, например, от работающих в Москве машин, не рассчитана на скоростную зарядку. По замыслу создателей, пополнять запасы энергии такой МАЗ будет по ночам в парке. Именно поэтому литиево-железо-фосфатные батареи расположены не только на крыше, но и в моторной шахте. По предварительным расчетам на одной зарядке электрический МАЗ сможет проезжать рекордные 300 километров. Правда, из-за тяжелых аккумуляторов инженерам пришлось уменьшить паспортное количество мест более чем на треть. По документам в просторном салоне смогут разместиться 72 пассажира, для 30 из которых установлены сидения. Мы предположим, что малая вместимость будет препятствием для участия в российских тендерах. Ведь по паспорту нынешние московские электробусы вмещают 85 пассажиров. Для сравнения, дизельный МАЗ-303 берет на борт 110 человек. В приводе электробуса стоит электромотор ZF нового поколения. Эта же фирма поставляет переднюю независимую подвеску. Важная деталь. В отличие от московских электробусов, салон которых греется зимой дизельным отопителем, безо всякого экологического класса, МАЗ реализовал полностью электрическое отопление, что делает его полностью экологичным. Кондиционер работает как на обогрев, так и на охлаждение. Сейчас МАЗ делает опытные образцы автобуса на электрической тяге и в ближайшей перспективе готов наладить их серийное производство. К маю следующего года минчанам предстоит отправить 10 машин в разные регионы Беларуси. Между тем, 100 сочлененных автобусов МАЗ текущего второго поколения до конца мая выйдут на маршруты Санкт-Петербурга. Эти машины построены по современной толкающей схеме, когда двигатель находится во второй секции. Такое решение позволяет избавиться от моторной шахты посреди салона. Для северной столицы приготовлена достаточно дорогая версия. С двигателем Mercedes-Benz, автоматической коробкой передач Ellison и немецким узлом сочленения. В салонах гармошек теперь есть USB-разъемы для зарядки мобильных устройств пассажирами и валидаторы с возможностью чтения банковских карт.